с кем он разговаривает он вообще не понимал с кем он даже разговаривал никто не поймет мы не про тебя о чем этом разговаривали что вас никто не понял мужик не понимал кто из нас говорит я либо мой друг нечем чались просто обо всем он просто сидит такой я ему что-нибудь скажу он думает что это мой друг он говорит вы с украинцами общаетесь или с русским точно не подряд ну как сторона выбирается ну страну выбрали просто украину поставлена у нас так же самое тут россии потому отключается на зачем украину поставили просто чтобы общаться с людьми чтобы что ну потому что с русскими если общаешься то есть там все понятно узнать как дела в другой стране как жизнь и так далее и как дела так же само подключаются русские а я же откуда знаю нам еще толком никто ничего не сказал а вы что хотите услышать просто как живется как экономика плохо плохо все плохо все можете даже не спрашивать и такой спойлер будет все плохо война идет даже вы даже в экономике плохо везде война идет во вторую мировую советском союзе было хорошо гражданам советского союза куда германия напала как как живой советским гражданам ну точно нехорошо точно нехорошо вот и украине также на нас сейчас напала другая уже империи российская вот и нам живется также чем-то вопрос что вы будете узнать как живется почему плохо живется кому-то хорошо живется кто-то отвечает что у него все замечательно у меня к вам обращать всех разы слышали про такую идеологию как расшизм вообще принципе расшизм нет рекомендую загуглить это причина всех бед в украине и всего всего состояния да там прямо черным по белому черным по белому да да кто такое слово придумал ты знаешь их тема грузины придумали но украинцы прямо максимально то кто придумал карт вала знаешь таких людей карты карты вала это грузия грузины просто это их самоназвание и вот они как раз 2008 году когда россия напала как раз недавно годовщина была кстати всего-то пять дней война была но грузины уже успели такой чудесный термин создать рашизма рашизма рашисты до походной рашисты вот это я вам хотел что показать шеверон шеверон бойцов с с этого нацистской партии очень напоминает носили лучшие из лучших кстати носили только те кто самыми первыми были в партии и какие-то там ноу-нейме лаборанцы а прямо такие самые ли таска так сказать гуглите рашизм будет интересно узнать что будут вопросы вопросы да как вы думаете россия с какой целью вообще начала войну в европе 25 веке чтобы освободить мирных граждан хочу нападение украина что вы не жили не так же как ты сейчас сказал что все плохо чего всем плохо но ты сейчас сказал что я спрашиваю зачем напала россия вот я галка и того что чтобы что да никто ни на кого не нападал идет освобождение чтобы не было такого как ты сказал все плохо там и тогда идет особо что было все идеально у меня кое-что для тебя есть это министр вот советский советский нет на следующий день за и петропа взялся советский обвинитель считаете ли вы захват чехословакии германской агрессии нет считаете ли вы нападение на польшу германской агрессии нет слушаться я должен опять ответить нет считаете ли вы нападение на грицу германской агрессии я считаю что нет и либо нападения на советский союз германской агрессии нет вам известно что до войны были разработаны. Получается, немцы ни на кого не нападали. Агрессии никакой не было. Это всего лишь освобождение было. Прикольно, правда, получается? Ты сейчас похожий на Риббентару по чуть-чуть. Не внешностью, правда, не внешностью. Просто ответами твоими. Ну, Риббентару в 1948 году сидит на суде. Уже три года Германия капитулировала. Он сидит, говорит, нет, мы ни на кого не нападали. Агрессии не было. А что тогда вы там делали? Германцев спасали. Германноязычных. Пангерманизм. Знаешь, такое понятие? Пангерманизм. Объединить всех. Освобождали. Да, освободители такие вот. Тоже были освободители. Советский Союз хотели освободить от всяких там неугодных. Прикольно, правда, получается? Прикольно. Еще раз мне повторить вопрос. Зачем Россия развязывала войну в 21 веке? В Европе. Не знаю. Это уже что-то похоже на адекватность. Я не знаю. То, что я знаю, то, что просто пошли освобождать. Делать лучше. Ты еще скажи, что защищались. Не, от кого защищались? Не знаю. От тех, от кого ее освобождали. Не, не, я не говорю, что они защищались там или еще что-то. Ну, а как же? Путин сказал, границы НАТО. НАТО движется, и мы защищаем, вот, чтобы не напал оно там. Я не знаю, чебурда какая-то. Сам не пойму. Это что, неправда получается? Путин собрал, типа Ильич? Да, я что-то буду знать. Ну, ты же говоришь, что освобождали. Я так и не понял, что от кого освобождали. Украинцев от жизни освобождали или что? Я что-то не запутался со всем. Делали, делаем их жизнь лучше. Лучше жизнь? Как? Я тебе только торец хотел показать, как вы лучше жизнь сделали. Добрый день. Здравствуйте. Вы откуда? Киев. Киев? Да. А сколько у нас времени сейчас? В семь. В семь? Ой, короче, у нас одинаково, 1856, да? Ну, получается, да. Да. А мы откуда вы спрашивали? Угу. Мы с Одессы. С Одессы. С Одессы. Угу. Сколько веток метров в Одессе? Веток метров в Одессе. Что? Веток метров в Одессе сколько? Веток в Одессе сколько? Метр металлов, что? Веток. Веток. У вас проблемы какие-то? У вас проблемы какие-то? Нет, у вас со звуком проблемы. Не думаю. Веток метров. Веток метров. Веток метров. Вы знаете, что такое метров вообще? Нет. Нет. А, ну. Понятно, с какой вы в Одессе. С какой вы в Одессе? Ну да. А какой недавно памятник снесли в Одессе? В Одессе? Ну я что, в душе, я даже в своем городе не знаю, блин. Блин, интересно, какое новое здание недавно у нас построили, наверное, больницу? Вы что, изучаете постройку вашего города, что ли? Кому-то нафиг надо. Ну все знают, что Екатерине Второй снесли памятник в Одессе торжественно. Слышно. Ой. А зачем вы представляетесь, что вы в Одессе? Что вы в Одессе? Да просто. Любите такое дело? Пошалить. 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 Ну да. А вы кто, кстати, по национальности? Ну, по национальности. Ну, мы с Кавказа. Ну, понятно. А наций какой? Ну, я черкешенка, а она армянка. Черкешенка? Ну, вы не знаете, я же говорю, вы не знаете. Конечно, знаю. Только я знаю Адыгу. 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 Черкесы и Адыге это разные. Как это разные? Это одно и то же. Черкесы, Адыги это одно и то же. Вот сейчас вот не надо, да? Черкесы, Адыги и Кабардинцы это разные. В смысле разные. Это один народ, разделенный на разные племена Российской империи. Вследствие Кавказских войн 1817-1864. Вот забейте. Пожалуйста, спросите у коренных. У нас разные языки, алло. В смысле? В смысле? А вы слышали про депортацию Адыгов 1864-го? 1864-го. Матч, тебе зачем? Блин. Ну, давайте проще, давайте проще. Депортацию Черкесов 1864-го. Ну, и что? Хорошо. Ну, что слышали? Ну, что слышали? Слышали. Вот, смотри, вы что слышали про эту депортацию, все. Мы ответили вам. Так что слышали про депортацию. А что вы хотите от нас узнать, если вы уже знаете? Не, я хотел у вас спросить, за что депортировали Черкесов 1864-го? За что депортировали Черкесов 1864-го? В каком году? Четвертом? Да-да. 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 Скажу, что-то привет. Почему? Ну, как это? Ну, вот смотрите, вот если мы ответим, то это вам что-то даст? Можете Черкешенко? Не, даст, конечно. Я узнаю про то, как вы усведомлены о своем народе. О своем народе. Хорошо, согласен. Как будет свобода на черкесском? Черкесском? Говори. Пожалуйста. А у вас как будет свобода? Свибида? Воля. Воля. Ладно, хорошо, я могу на армянском сказать. Скажи. Ладно, это же Черкешенко. Ну, это хат. Ага. Давай я проверю. Давай я проверю. Проверь. А какая национальная одежда армян и черкесов? Черкес. У армян это красная. Там они форма, они вот так лесенько, знаете, идут. Армянские, у них вот такие вот шапочки, платья красивые очень. Получается, все это красный у нас орнамент. У нас либо красный, либо зеленый. У черкесов либо красный, либо зеленый. А шапка есть какая-то в черкесу? У армяне нету, у всех других национальностей есть. У нас нету шапочек вот этих пушистых. А, пушистых? А в черкесов какая шапка? Для девушек. Для девушек. Для девушек? Вот колпачок и там вот так идет. Ну, как, я не знаю, как класс можно сказать. Я понял. Я понял. Слушайте, ну что-то слабенько. Слабенько. А вы что-нибудь просто и скажете, если не забиваем интернет. Ну вот, национальная одежда, вышеланка. На мне уже. На мне уже. Также штаны жупаны. Также червейки, такие червони, красные, красные на вашу. Жупан, в адекафаше не хожу гулять. Реально. Что-что? Что-что? В адекафаше мы не ходим гулять, если что. А почему? А почему? Ну, потому что. А почему? А почему? Вы в таком виде выходите? Ну, там, не знаю, на работу, по делам. Да, у нас даже на день вышеланки, у нас все на рабочих местах вышеланки. Не, ну это хорошо, у нас тоже такой есть день армянина. Геноцид есть, мы тоже одеваем. О, видите, вы знаете за геноцид армян. А чечеки ассы не знают. Чечеки ассы не знают. Какая тебе разница? Канерик, я могу на армянском с собой разговаривать, и летай по-прою. А давай на черкесском. На черкесском. Что на черкесском? Разговаривай. Скажи, что на черкесском бедный человек хочет услышать адыгейские черкеские языки, которые одинаковые. Адыгейские. Ну? Услышал? Услышал? И что это означает? Что ты хочешь? И все? И все? Что еще сказать? Скажите на черкесском, я не уважаю Россию. Я не уважаю Украину. А что, кстати, армянам, скажи, что армянам сделала Украина? Украина. Вы просто нам не нравитесь, во-первых. Э, вот ты что за политик? Почему ты не нравишься? Не-не-не, подожди, подожди. Ну, давай так, если что-то не нравится Украина, то есть же причины какие-то. Причины какие-то, давай. Почему не нравится? Потому что вы наши враги, алло. Или, в смысле, вот так вот. Во-первых, Украина помогла азербайджанцам, когда было землетрясение. И что? Геноцид. А вот. В смысле, ну было землетрясение, значит, пострадали люди, да, пострадали люди. Ну, понятно, гуманитарным, конечно, помогут, если страдают. Послушайте меня, геноцид Украина помогла азербайджанцам с ядом, которое они записали сверху, чтобы они, получается, отравились. Ладно, до свидания, все. Не здоровья вам. Не понял. Ничего не понял. Каким ядом? Какой геноцид? Геноцид же 2019-15. Что-то странное. Какой геноцид же 2019-15. Какой геноцид же 2019-15. Какой геноцид же 2019-15. Какой геноцид же 2019-15. Какой геноцид же 2019-15.